здравствуйте мои подписчики сегодня я поделюсь с вами как приготовить в домашних условиях сливочное масло самое которое мы так любим мазать на хлебушек который мы покупаем как правило в магазине но все прекрасно понимают что в магазине сейчас очень много фальсификаций в основном любое сливочное масло сейчас все фабрики добавляют пальмовое масло что продукт делается не только несъедобным но еще и очень вредным для здоровья поэтому я покажу как делаем масло я и домашних условиях для этого мне надо две баночки сливок сливки перед этим у меня стоят в холодильнике дня-два чтобы загустели приобрели вот такую вот форму уже практически масло нужно мне водичка чистая в холодильнике это была холодная делаем моем руки снимаем конца можно делать это мясо ложкой но я предпочитаю руками почему руками то быстрее когда мнется это масло руками и отходит сыворотка рука теплая ложечкой когда у нас это приходится делать гораздо дольше как переминается это очень быстро и очень просто сама когда узнала рецепт была очень удивлена дедушка сидел вам потому что трусил трусил катал катал как раз выкатывает кусочек масла самом деле можно буквально за 10 минут из двух полометровых баночек сливок получить примерно 700 грамм масла начинается превращать вот такая сначала творожную массу продолжаем дальше напоминать начинает выходить первая сыворотка ощущается под пальцами показываю без вырезания без ничего вот одним картом как есть вот начинает отходить водичка не знаю слышно ли вам по звуку если больше больше будет масло начнет взбиваться в комочек а сыворотка отделяться если вы ребят не может отправлять водички смотрите вотこちら смотрите see Делав так масло, вы будете точно знать, что это сливочное масло, что у вас дети питаются полезным продуктом. Я беру молочную продукцию у одной и той же женщины у нас рядом с сливочью и уже уверена, что это действительно качественное. Натуральные сливки, которые переминаем, вот так как масло. Вот видите, уже получается масло и отдельная сыворотка. Хорошо вынимаем кулбочек. Не знаю, сколько получится видео, но снимаю как есть, от начала до конца. Отжимаем его хорошенько. Поехали. Поехали. вот такой кусочек масла еще не все бы сыворотка иметь всегда есть кислый привкус к она еще и свежая достаточно свежая не очень сладкий на вкус но тем не менее я люблю масло было вот и получилось у нас украину не знаю тут 200 наверно максимум дальше мы открываем вам было заранее открыть конечно бутылку водой придется мыть руки выливаем водичку на съемку с которой мы промываем его еще раз но вода должна быть действительно холодно холодить и лучше потому что масло иначе начнет таять вы отжимаем можно сказать масло от лишней сыворотки вода становится это можно два раза отжать смотрю водичка в принципе не сильно мутная мне достаточно будет одного раза недостаточно холодная вода была еще хочу сказать и поздно поставила масло получается такой вот старенькая немножко вот такое масло получилось пахнет сладко сливочным вкусом запахом вкуса тут реально я прям вкус чувствую вас пока сливочный когда запах идет на тарелочку буду лишним сольем тарелочка вот наша маслица грамм 700 где-то и получилось на вид так уберем в холодильнике канал и застынет там и можно будет его кушать все приятного аппетита пользуйтесь рецептом